Доктор Евгения 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 возраст. Посмотрите статистику. 30 лет назад патология беременности и родов 1-2%. Сегодня 3% здоровых детей грудного возраста. Что кушать? Нужно перейти на любимый мой пятикратный прием пищи. Работа печени, как главного фильтра, очищает организм от тех токсинов, которые мы за всю жизнь, не думая еще о беременности, женщина накопила. Женщина должна бросить в это время курить, если она курит. Все вредные привычки. Она должна уйти из зоны курящих, если она не курит, но она регулярно ходит в такой компании. Алкоголь как раз в принципе, как аперитив, он не помешает. Он опасен во время беременности. Хотя, по-моему, шведы дали исследование, что оказывается, что алкоголь во время беременности не вредит. Вредит в любой дозе, потому что все-таки это липотропное вещество. А ребенок набирает липиды, он строится из клеток, и туда попал фактически яд, который может навредить. Тем более, что алкоголь великолепный проводник. Убрали вредные привычки, что позитивно? Убрали вредные продукты. Какие? Гастрономический мусор, я их называю. То есть, все продукты, которые далеки от оригинала, то есть, если мы взяли кусок рыбы, приготовили, понятно, это более-менее хорошо, потому что при приготовлении мы даже можем убрать то, на чем рыба выращивалась. Но если мы взяли рыбу там копченую, рыбу там моченую, соленую, вяленую, появляются риски. Потому что мы не знаем, как это все происходило, в каких условиях. То есть, надо есть продукты питания? Близкие к натуральным. К натуральным. Да. Если мы не уверены в продукте питания, то при термообработке мы фактически можем то, на чем, где продукт рос, как его выкармливали, как его хранили. Ведь это все могут быть химические вещества дополнительные. Конкретный вопрос. Бытует такое мнение, что во время беременности нужно обязательно употреблять продукты, содержащие омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, коими являются красная рыба, красная икра, для того, чтобы интеллект ребенка был достаточно высок. Вот подтвердите или наоборот скажите, что нет, это глупость? Да, но мы перепрыгнули. То есть, вот в подготовке вот это важно. Раз. Дальше. Смотрите, что получается. Все органы закладываются первые три недели беременности. Вот здесь вот с этого момента, то есть, когда женщина понимает, что у нее уже может быть беременность, ей нужно создать запас и отдавать ребенку. Ведь ребенок не спрашивает... Из чего? Давайте конкретно. Понимаете, что конкретно? Что должно быть? Обязательно должны быть белки. Потому что многие у нас есть сегодня тенденции уходить в сыроедение, вегетарианство, ограничивать белковый рацион, как это делал в Юго-Восточной Азии, где нет продуктов этих в достаточном количестве. Этого делать нельзя. Потому что ребенок будет строиться... Белки это мясо? Или это могут быть бобовые? Это могут быть белок, я не знаю, которые там соевые белки? Тут вопрос в чем? Женщина на подготовительном этапе должна определиться. То есть, если она ест горох, у нее горох переварился, вздутия нет, урчания нет, газы не пошли с запахом, горох переварился. Значит, поставили птичку, горох есть можно. Взяла фасоль, пошло вздутие, пошло урчание, пошли газы с запахом. На фасоли она поставила большой жирный крестик и забыла о нем вообще. Почему? Потому что если она внесет, и так она должна проверить любые продукты питания. Потому что на части из белковых продуктов может быть еще и аллергия. То есть, мы можем сказать, ешь рыбу, а на рыбу большинство аллергии. Вернусь к рыбе. Потому что именно рыба, вот мнение такое, что она повышает интеллект ребенка. Это доказательная медицина или нет? Рыба. Это доказательная медицина, но в рыбе есть холестерин, который нужен для строительства клеток мозга. Но в рыбе нет лецитина, которого в два раза больше в клетках мозга. То есть, если взять мембраны соматических клеток, там две трети холестерина, одна треть лецитин, в клетках мозга наоборот. То есть, нам нужны растительные жиры. Причем, растительные жиры должны быть не перегретые. То есть, если мы хотим ребенку, скажем так, дать вот эти вот... Дать конкретно растительные жиры, это что? То, любые растительные масла. Хотим мы наше подсолнечное кукурузное, хотим оливковое, хотим тыквенное, там, льняное. То есть, любые варианты проходят. Как источник семена. Семена подсолнуха, семена того же кунжута, семена тыквы. Любые семена, включая грецкие орехи. Там тоже есть масла, но ни в коем случае не пережаривать, не перегревать. Потому что при перегревании жиры окисляются, и уже никакой полезности не несут, кроме как калорий. А некоторые еще и становятся канцерогенами, если мы совсем уже перегрели. И ребенку мы создаем фундамент совершенно другой. Мы даем ему жиры с потенцией на... Мы будем говорить о том, что нужно. Не то, что нельзя. Вот это все можно в таком виде. То есть не перегревать. Если мы берем яйца, там тоже ну, скажем так, икра, да, это хорошо, но это не всем по карману. Яйца более доступны. Фактически то же самое, только другого происхождения. Желток очень полезен, там много лецитина. И он нужен для беременной. Потому что многие говорят как? Вот есть такое, бытовое такое мнение. Уберите жиры, уберите животные жиры, потому что это не полезно. Да, это не полезно в случае, если мужчина, скажем, в возрасте там 35-40 и дальше там могут быть. И у женщины, например, в том же возрасте, когда уже есть риск развития атеросклероза. Беременная женщина, она фактически как, ну я не знаю, как пылесос из окружающей среды берет все. И ей есть куда отдать. Ей не нужно бояться продуктов с высоким содержанием холестерина. Почему? Потому что у нее заберет излишек ребенок. Он строится, все-таки 3 килограмма веса, ну плюс-минус нужно отдать, нужно из чего-то сделать. И достаточно много это все-таки те же жиры. Поэтому яйца в смятку, то есть желток должен быть живой, или глазунья, вот. Или можно в принципе взять желток, взбить только чистый желток без белка, взбить сахаром. И тоже хороший продукт для интеллектуальной деятельности и для того, для развития ребенка. В первую очередь мозга, а во вторую очередь и всех остальных органов. Потому что если не хватает фосфолипидов на синтез заболочек, развиваются любые пороки развития. Не то, что ребенок да, может родиться. Я думаю, что давайте мы, ну вот эту часть, ну что, я думаю, что об этом можно говорить много, долго. И все еще вложить сало наше украинское, только без мяса. Я предлагаю поговорить о том, что есть кормящим мамам и детям с рождения, для того, чтобы их интеллект был достаточно велик. Мы обязательно об этом поговорим после небольшого сюжета. Погіршение памяти – это знижение здатности мозгу зберегать и оттворить информацию в притаманном для людини обсязе. Причины – стрессовая ситуация, затяжная депрессия, недосипание, хроничная втома, шкодливые привычки, похилий век. Симптомы, неуважность, выбирковое запамятовывание, систематичное забывание. Вы смотрите программу «Алло, доктор», спасибо, что вы с нами. Тема нашей сегодняшней программы «Умная еда». И телефон нашей студии 490-11-34. Звоните, задавайте свои вопросы, мы обязательно дадим на них ответы. Борис Львович, родился ребенок, и маме нельзя есть практически ничего. Все вареное, пареное. При этом мы опять-таки мы говорим о том, что мы хотим, чтобы ребенок вырос умненьким. Ваша рекомендация, что бы вы рекомендовали для того, чтобы, я повторюсь, мы сейчас не говорим с вами о здоровой еде, знаете, о концепции такой, а именно та еда, которая влияет на интеллект развивающего организма. Ну, после того, как уже сформирован ребенок внутриутробно, дальше у нас просто идет развитие ребенка, у него есть определенные рефлексии, мы должны их использовать. И поэтапно, в разные периоды жизни, есть специальные гимнастики, кстати, вот в энциклопедии, опубликованной еще в начале этого века, там тоже есть система воспитания ребенка поэтапно, потому что ребенок созревает, у него созревают разные зоны мозга, и эти зоны мозга нужно тренировать. И в зависимости от того, какие рефлексы у ребенка появляются, ведь он, ну, есть безусловные рефлексы, там, сосательный, глотательный, вот, мигательный, то есть, и потом появляются другие условные рефлексы. Их нужно развивать поэтапно, адекватно. Продукты питания. Борисович, что есть нужно беременной, говорю, кормящей маме? Смотрите, на чем работает мозг? Во-первых, все то же самое должно продолжаться, если у мамы нормально перевариваются, вот те же семена, она идет, лецитин нужен, потому что ребенок продолжает расти, он за первый год фактически утраивает свой вес, это достаточно прилично, ему опять-таки нужно строить, и основной источник питания у него, опять-таки, материнское молоко, то есть, туда должно все попасть. Поэтому, все то же самое мы продолжаем, для того, чтобы молоко образовывалось не пустым, мама должна кушать под каждое кормление. Есть просто рефлекс на прием пищи, как только мама начинает кушать, у нее автоматически прибывает молоко в грудь, то есть, и она готова опять-таки кормить. Поэтому дробное питание, вот кормит она первые там недели, восемь раз в день, вот мама должна подъедать под каждую еду, чтобы ребенок не оставался голодным. Питание не должно быть сухим, обязательно, потому что молоко, это все-таки 95% это вода, и эта вода должна быть, иначе идет молоко густое, ребенку тяжело сосать. Вот, что еще важно, нужно смотреть, чтобы не было у ребенка дисбактериоза. Транзиторный дисбактериоз есть, но мама обязана питаться продуктами, опять-таки, натуральными, которые выращивались без применения антибиотиков. Потому что она, получая антибиотики с пищей, передает их ребенку, неустойчивая микрофлора у ребенка в кишечнике может нарушиться, и масса детей с дисбактериозом. У нас, кстати, есть хорошие... Вы просто говорите, это все здоровое питание. Каким образом это влияет на интеллект, на работу мозга? А на работу мозга, если лицетин, который мама использовала, дошел до ребенка, все отлично. Если углеводы, то есть мозгу что нужно? Мозгу нужны углеводы. На углеводах мозг работает. То есть, но, ну как бы, мы должны ребенка все-таки натренировать, мы должны ему привить определенные рефлексы, он должен работать. То есть, молоко содержит углеводы, он получит это. То есть, мы не сможем ограничить. Ребенок забавит. Я правильно понял, что молоко должно быть не просто молоко, оно должно быть концентрированное, не разбавленное водичкой. Если мама садится на диету, если мама кушает редко, в молоке будет практически вода с примесью каких-то полезных веществ. Но это в ребенок не поработает. У ребенка почему не должно быть дисбактериоза? В кишечнике вырабатываются витамины группы В. А это углеводный обмен, и мозг очень зависит от витаминов группы В. Нет витаминов группы В, дисбактериоз в кишечнике, мозгу ребенка никакой. Больше того, он истощает свою работу. Такие дети, они капризны. У них постоянно боли, мы не можем с ним договориться. Взрослого ребенка можно спросить, где болит, и подложить руку. А у ребенка что? Он просто кричит, он сучит ножками. Давайте послушаем первый телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ваш вопрос. У меня вопрос к доктору. Я, конечно, понимаю, что вы забеременны говорите, но, пожалуйста, расскажите, что людям кушать после 50 лет, чтобы не было атеросклероза, и чтобы еще немножко мозги соображать. Спасибо большое. Мы обязательно... Давайте действительно ответим на вопрос. Я понимаю, что мы перескочили через такой большой пласт, но вот людям, у которых нарушена трофика головного мозга, если есть все-таки атеросклероз, что бы вы рекомендовали? Чаще всего дают ноотропы, и это не совсем правильно, потому что это увеличивает активность клеток мозга, а по дороге реально проблема сосудистая. То есть для того, чтобы сосуды были хорошими, чтобы не развивался атеросклероз, опять-таки, единственный орган, который выводит холестерин, это печень. Поэтому 5-разовый прием пищи, вот то, что делают японцы, живут в среднем по 70-80... Уже после 50 лет есть атеросклероз. Что нужно есть для того, чтобы улучшить мозговое кровообращение? Смотрите... Одним 5-разовым приемом пищи, ну, это количество, а качество? Вот, вопрос в чем? Когда мы снижаем объем пищи, мы улучшаем переваривание. Эта переваренная пища попадает в кровь, и 20% крови фильтрует мозг. Поэтому это, ну, скажем так, без этого мы все равно никуда не денемся. Дальше работает распределитель. Для того, чтобы предупреждать атеросклероз и другие проблемы, то есть нам говорили как? После еды, чтобы лучше переварилась пища, походи. Пока человек ходит, не бегает, не прыгает, а именно ходит, он улучшает кровообращение, и увеличивая обминутый объем крови, он увеличивает поступление крови к тому же мозгу, он обеспечивает мозг питанием. Мы не используем резервы. Жадать ноутропы, это использовать резервы. Хорошо, каким питанием мы обеспечиваем? Ну, смотрите, одно дело там съесть, я не знаю, кусок мяса, и другое дело съесть кусок качан капусты, да, там, 4 листа капусты. Мясо лучше, потому что оно питательнее. И больше пищи попадет в мозг, потому что капуста, по большому счету, ну, это низкокалорийный продукт, рассчитанный, ну, в основном на то, чтобы похудеть, потому что он... А нагрузка, когда мы говорим с вами о белковой пище, я знаю, что вы приверженец белковой пище, нагрузка на почки, если мы говорим о белковой пище, а уже в этом возрасте почки не так хорошо функционируют, как хотелось бы. Совершенно верно. Поэтому, что мы делаем? Мы даем мясо рыбу, и гарнир должен быть овощным, не кашей, а именно овощи, потому что они, во-первых, удерживают белковые токсины на себе, во-вторых, на них развивается сапрофитная микрофлора, которая не дает переварить белки патогенные. Меньше интоксикации из кишечника. Но, понимаете, что такое память? Это, с одной стороны, если разложить на составляющие, с одной стороны, что записывается память не просто где-то, она записывается на белках. Если нет белков, есть белки памяти. И почему бытует такой анекдот про женскую память, что вначале это девичья память, потом дамские секреты, а потом встречается с мужчиной в старческом маразме. Потому что фактически у женщин слабая печень не может поставить мозгу нужное количество белков для записи той информации, которую женщина получала. Давайте послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Ваш вопрос. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, меня интересует ребенку 4-5 лет. Углеводы сложные, есть, говорят, плохие, хорошие углеводы. Какие можно отдавать, какие нельзя. Если ребенок просит сладкое, сколько можно, какого сладкого, и до еды, после, утром, в обед, вечером, как определить дозу? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Видите, сами телезрители корректируют, о чем мы с вами говорим. Интересно. После 50-ти. Теперь мы говорим о детях. 4-5 лет. Какие углеводы можно давать? Углеводы нужны. Конечно, ребенок будет тянуться за конфетами, но у нас есть другие сладости, это фрукты. Лучше ребенка приучить к фруктам. И почему? Потому что конфета, да, она сладкая, да, там есть какие-то жиры, но она бедна по составу. Так или иначе, ее состав ограничен, даже несмотря на то, что там полно красителей, ароматизаторов и всего остального. В тот же фрукт, то же яблоко, та же, допустим. Какие сладости? Все-таки, если мы говорим о сладостях, понимаете, мы с ребенком всегда ассоциируем сладости. То, что вы говорите, фрукты, это больше, ну, это фрукты, это не сладости. Это сладости? Финики, бананы, это тоже сладости. Вот. Вопрос в чем? Мозг, он зависим от углеводов, ему они нужны. Ребенку можно давать изюм, орехи, курага? Запросто можно давать. В 4 года. Вот. Можно давать ему эти продукты, если у него нет дисбактериоза в кишечнике. Если пищеварение идет оптимально. Почему? Потому что они концентрированы, и курага, и изюм концентрированы, содержатся в сахарах. И вот здесь вот может, скажем так, его пищеварительная система не переварить. Но! Что нужно сделать ребенку? Смотрите. Ведь у нас как едят? У нас нет культуры еды. У нас ребенок ест, если он ест конфеты, он берет одну, не успел ее проглотить, уже одна стоит у корня языка, уже вторая в артуне. Вы против конфет? Я за разумное их использование. О чем мы говорим тогда? Какое разумное использование, Борис Левович? Поэтому ребенку нужно дать не ведру кураги, дал одну, разжевывай, через вкусовые рецепторы, ведь мозгу нужно сладить. Конфеты, все-таки вернусь к конфетам и всевозможным сладостям. Вы против не назначения, а для того, чтобы родители дали, знаете, когда ребенок, это быстрые углеводы, потому что, яблоко, это не быстрые углеводы. Быстрые? Ну, там тоже сахар, который усваивается, яблочный сок усваивается, яблоко находится в желудке где-то на протяжении срока, час, полтора, углеводы очень быстро. Это если мы его заплотим целиком. Если ребенок его пожует, у него сок уже во рту, все, этот сок готов к всасыванию. Есть ли альтернатива еще, кроме фруктов, конфетам? Сухофрукты. Дело в том, что, если мы говорим о детях, то приучить ребенка конфетам можно, но он получит неполноценный продукт питания. Да, это здорово, это как бы какая-то награда за правильно сделанную работу, можно потом дать, но, по большому счету, это не лучший продукт питания. Это скорее отмазка родителей на и не трогай меня, не раздражай, потому что у твоего товарища уже дали, он уже это все жует. Понимаете, все-таки детям нужно строить, причем дети же заканчивают развитие, женщины 24, мужчины в 30 лет. То есть, это все еще дети, они все еще должны себя строить. И одно дело, когда он будет себя строить на красителях, ароматизаторах, к сожалению, при всем моем уважении к кондитерской промышленности, большинство продуктов, они не совсем того качества, на которых мы с вами росли. Мы продолжим нашу с вами беседу после небольшого сюжета. Життя журналіста нагадует марафон. И беговый, и розумовый в одночас. Ты должен скрізь стигать. Сначала срежка, потом швиденько расшифровка, написание материалу, потом редакторы вычитываете, не читываешь, и монтаж. И нужно скрізь стигнуть. У таких людей для сну часу обмаль. Что уже казати про повноцінный відпочинок? Потім приходишь додому и просто балешься з ніг. И весь час, поки ты спишь, ты думаешь, якою же будет наступная съемка, что мне нужно сделать, в кого взяти интервью. Тобто часу, не то, чтобы просто расслабиться, и майже немае. Роботи для мозга чимало, а кто працюет, то и мусить їсти. Катерина годует свой мозг розумною їжею. Вона добре знает, что работу мисленневого органа слід в холодильнике завжди є риба. Вона містить фосфор, вона містить жирні кислоти, вони відповідають за формування сирої речовини, яка, власне, і допомагає краще мислити і покращує розмову діяльності. Проте темп життя не завжди дає можливість харчуватись регулярно. Для цього у Катерини свій секрет. Я постійно приношу на свою роботу щось поживати, щось поїсти, але не якісь там тістечка, а, наприклад, горіхи, що це чорний шоколад, він покращує прилив крові до мозку, а горіхи, вони стимулюють мою розмову діяльністі. Піклуватися про здоров'я слід повсякчас, переконує Катерина. А ті, хто виснажується і фізично, і інтелектуально, мають завжди пам'ятати, що ресурси організму вичерпуються, якщо їх не оновлювати і не підтримувати. Людина, вона ж не робот, їй не можна їсти все, що перше потрапляє під руку. Треба якось розумно до цього підходити. Якщо ти правильно харчуєшся, вживаєш правильні продукти, тоді і, якби, якість життя в тебе покращується, і ти можеш працювати так, як належно. Українці до роботи не ледачі, та й нація наша достатньо розумна. Ми маємо 8% обдарованих людей при 5% нормі. Та чи знають освічені люди, яка їжа здатна підтримувати їх інтелектуальні можливості? Шоколад, сахар, яблоки, будь-які фрукти. Рибіжир полезний, полезна риба, лосось. Те, що ми перше випомнили. Много води треба піти ще. Вода полезна. Тільки з того, що зазвичай говорять про рибу, що там багато фосфору, відповідно, це якби покращує мозкову діяльність. Ну, звісно, чорний шоколад досить активно сприяє. І кисле. Ні, не знаю. Та, яка содержит фосфор, наскільки я помню. Тобто, там, риба і так далі. Ну, і абсолютно будь-які овочі, фрукти, оріхи. Не знаю, не задумувалась на дитим. Протеїнова, горіхи, молоко і зелень, мабуть, теж. Досвід показує. Я не знаю, знаю, що те, що натуральне, все корисне. Майя Підгородецька, Богдан Савруцький. Для вашого медичного ток-шоу «Алло лікарю». Вы смотрите программу «Алло, доктор». Спасибо, що ви з нами. Тема нашої сегодняшній программы «Умная еда». Телефон в нашій студії 490-11-34. Звоните, задавайте свои вопросы, і у нас є телефонний звонок. Ми вас слушаємо. Задавайте свои вопросы, і у нас є телефонний звонок. Говорите. «Алло, здравствуйте». «Здравствуйте». «У мене сітра... Ой, здравствуйте. У мене сітра родила девочку. Она, куше, кушає обычную всю еду, рыбу, орехи. Она кушає і, получается, у нього молоко горьке. Она кормиться, ребёнок плачет, нервничать, спать не може. Що вона зробить для этого? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Нужно посмотреть, що в еде попадає, потому що, може бути, допустим, орехи, якщо не прогоркли, то молоко буде горчить. Нужно смотреть, какие пряности она использует. А вообще, можно использовать пряности, Бридлевич? Мы сами в самом начале передачи говорили о том, что перед передачей, о том, что вот вы говорили о том, что тмин может стимулировать молокообразование, но здесь есть высокая вероятность аллергизации. Ну, смотрите, если мы используем тмин в процессе приготовления при термообработке, ведь аллергии дают в основном белки, то есть при термообработке они свернулись, они уже не попадут в активном виде в кровь и вызовут аллергии. Почему вот один из продуктов, который в принципе может стимулировать работу мозга, это мед, он у многих не переваривается, потому что там есть пыльца в любом меде, любой мед. А вот как раз, вы знаете, вспоминая предыдущий вопрос нашей телезрительницы, мы бы рекомендовали ребенку в 4 года вместо конфет, вместо сладостей мед? тут очень скользко, потому что до 2 лет в принципе однозначно противопоказано, поджелудочные незрелые. 4, тут нужно смотреть за здоровьем ребенка. Может быть можно? Какие критерии для того, чтобы мама могла хотя бы, знаете, сказать, что я готова попробовать? Вот какие критерии? Критерии может быть что? Отсутствие дисбактериоза кишечника. То есть у ребенка регулярный стул, нет сдутия, урчания, то есть у него нормальный аппетит. У него он не имеет бледный цвет лица, потому что очень часто это связано с патологией пищеварительной системы. Нет аллергии на другие продукты питания. То есть он нормально переносит все продукты питания. Тогда в принципе можно использовать мед, но мед нужно использовать обязательно перед едой. Мед после еды ничем не отличается от сахара. Потому что та фруктоза, которая там есть, она великолепно активирует работу печени. Печень улучшает состояние крови и хорошо и мозгу тоже. А вот после еды, когда уже печень насытилась другими углеводами, ей мед без разницы. Борис Леонидович, тема меда. Если мы говорим о том, что это люди после 50 лет, ваше отношение использования меда в качестве опять-таки тех же быстрых углеводов и веществ, которые бы стимулировали работу мозга? Ну, с медом главное не переесть. Почему? Потому что что такое не переесть? Знаете, конкретно. Чайная ложка на прием. Больше не нужно. Почему? Потому что сахар быстро всасывается в кровь, пропитывает эритроцит, увеличивается вязкость крови и человек после небольшого повышения работоспособности у него может появиться наоборот сонливость. То есть тут важно не переесть, потому что мед, вы знаете, ложка, ложка, сладкая, вроде как ничего. А цырсянка, цырсянка и полстакана съел. Имеет значение, какой мед после 50 лет? По большому счету нет. По большому счету нет. Его нужно есть, так как и детям до еды. Всем лучше мед. Всем. Не с чаем. Не как уже, знаете, как мы привыкли в десертие блюдо. Нет, десерт нет, потому что это уже другой совершенно продукт питания. Поэтому тут нет. Что еще? Вот мы, кстати, упустили. Транспортер. Ну, если мы уберем детей, уберем людей, ну, скажем так, пожилого возраста, там, действия торосклероз, то чай, кофе, это фактически тоже транспортеры крови к мозгу. Они не активируют, ну, там есть... Ну, это те вещества, которые заставляют работать повышенно сердце. Да, да. Сердце как насос, быстрее. Затачивает туда. Но кофеин, он еще и тут был в сюжете намек на фосфор. Вот как раз фосфорный обмен мозга кофеин усиливает тоже. То есть он, в принципе, и тонизирует мозг. Вопрос в чем? Он тонизирует, вопрос топлива. Ну, тут хорошо, чай или кофе с сахаром. Обязательно для того, чтобы мозгу хорошо было работать не со сливками, вот, а с реальным молоком. Потому что там еще и кальций начинает улетать. То есть тут просто нужен чай с молоком или кофе с молоком, так как англичане, они с пионерой очень хороший продукт притащили на нашу часть континента. Давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, а лицетин только для беременных или для всех можно? И потом, есть лицетин в аптеках, капсулах и омега-3. Это можно принимать? И второй вопрос, вот вы говорили, чай, кофе. Тогда получается с сахаром можно пить, потому что с сухофруктами не все время будешь пить. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ну, с сухофруктами давайте с лицетином разберемся. Да, лицетин считается веществом разума. Почему? Потому что что такое работа мозга? Кроме того, что энергетики. Клетка расщепила какую-то пищу, набрала электрический заряд и запустила по аксону. И где-то будет какой-то результат. Так вот, электрическую вот эту активность обеспечивает диэлектрик это лицетин. То есть он дает, как в конденсаторе, набрать заряд и отправить его по назначению. Его нужно принимать на протяжении всей жизни? Да, обязательно. В каком виде? Есть ли продукты, которые богаты не синтетический лицетин, а вот продукты, которые богаты лицетином? Конечно. Что это? Это все орехи. Все, все, фактически все продукты есть растительные жиры. Орехи, семена, то есть тут достаточно много. Единственное, что нужно выбирать, есть некоторые продукты, которые есть. А как же вот эта нагрузка на поджелудочную железу? Вы знаете, если мы говорим про аллей. Потребность всего небольшая. Сколько? Давайте тогда скажем, сколько нужно. Человеку нужно, если взять по жирам, суточная потребность грамм на килограмм веса, то есть человек весом 60 килограмм должен получить примерно 60 грамм жира. То треть это растительные жиры. Больше нельзя, потому что есть исследование кардиологов, если мы перебираем с растительными жирами и при нашем обилии, скажем так, продуктов, то есть если мы сидим на полуголодной диете, человек попадает в атеросклероз очень быстро. На пище без холестерина. Поэтому обязательно должны быть растительные масла, ну где-то примерно треть в рационе. То есть 20 грамм жира, 20 грамм растительного масла это примерно 4 чайных ложки. Вы говорили о том, что кофе, чай улучшают, не улучшают, а не заставляют сердце работать с большей силой. После 50 лет, в пожилом возрасте, ваши рекомендации, вы бы рекомендовали людям принимать кофе и чай? Можно с молоком. Почему? Молоко обладает человеческими валентностями. И кофеин нейтрализуется. Будет улучшать мозговое кровообращение. Будет улучшать мозговое кровообращение. Тут просто нужно понимать, ну скажем так, дозировать. Сколько бы вы рекомендовали? Как часто? Одна чашечка, это американо, это экспрессо. Какое кофе? Конечно, кофе должен быть натуральный и обязательно с молоком. То есть типа капучино. То есть в таком виде кофеин действует мягко, действует не интенсивно, потому что опасен, собственно говоря, интенсив. И даже у человека в преклонном возрасте но с хорошими сосудами, если он думал о своем здоровье. Если он не думал, конечно, лучше ему запретись. Кофе без кофеина. Ваша точка зрения. В принципе. Он будет стимулировать мозговое кровообращение или нет? Он не будет стимулировать мозговое кровообращение, но он не будет истощать работу мозга. Потому что когда человек 30-40 лет пил кофе нормальный с кофеином, и тут вдруг ему сказали, дружок, плохо, нельзя. Он привычка-то осталась, он-то помнит про это, вокруг-то пьют, и для него вот это вот хочется, но нельзя, это стресс. Этот стресс хуже будет влиять на его сердце, на его сосуды, чем если даже он немножко выпьет кофе разведенный, даже если там будет немножко кофеина. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот чай вымывает кальций из костей? Спасибо большое за вопрос. щавелевая кислота, которая там есть, она вымывает, поэтому всеми рекомендую чай пить с молоком, и кофе, кстати, тоже, потому что и там, и там один и тот же кофеин, и там, и там есть щавелевая кислота, поэтому лучше пить с молоком. Тогда мы блокируем фактически щавелевую кислоту и не теряем кальция. Наоборот, если, скажем так, молока было больше, чем кофе, так мы еще как источник запустили. Вы знаете, Борис Глебович, сейчас этап, когда сдаются экзамены, это выпускные, вступительные. Вот, что нужно, что нужно абитуриентам, студентам употреблять перед экзаменами, обязательно об этом поговорим после нашего сюжета. Мой коллега Артем товарищка людина. Без анекдоту обедня перерва не обходится и без казусу тоже. Втрапить в такую халепу, как я, может каждый. А вот не разлупиться и помогать другим людям. Будем обучиться разом в рубрике «Что делать, если что…» У дихальні шляхи потрапив сторонний предмет. За хвилину без кисню людина втрачает сведомость, а за 3-5 может померти. Діяти треба швидко и впевнено. Ну, как в фильме, бачим, захватить задние и добре нажать, чтобы, скажу так, прочистить дыхание. Человека нужно обнять, его как-то стряхнуть, чтобы он просто смог это вот из себя выбросить. Вот как-то на грудную клетку надавить. На грудную клетку не треба давить, потому что она такая жорстка грудная клетина, а вот брюшная порожнина, она мази, и тому нам легче будет подняти внутребрюшный тиск, для того, чтобы начебто поршень спрацювало и через дыхательные шляхи народное тело вылетело. Слышала, что нужно стучать, я слышала, что не стучать, надо прогладить, вот так вот. Близько до истини, але якщо, так би мовити, поеднати удары с прогладжуванням. Зрозумілеще на практике. Если человек, вживающий ежу, давился, ее нужно отстолить от стола, руку покласти на грудную клетину таким чином, нахилить вперед, так, чтобы голова была, как намога, ниже, и долонью наносить поштовхи с боку от хребта. С одной стороны и проверяем, если не выпала котлета, и с другой стороны. Если после пяти поштовхов дыхание не поновлюється, підведіть людину, притисніть кулак зі схованим пальцем між її пупком і ребрами. А от далі можна виконувати тільки на манекенах. Робимо крох вперед і різко стискаємо грудну клетину, після кожного стискання перевіряючи, чи не поновилося дихання. Ще раз. І так само до п'яти разів. От основні прийоми. Іншим неефективні фантазії. Я думаю, треба вдихнути повітря за нього. Як цілою, так по себе вдихнути. Я так думаю. Це не спрацює. Давайте згадаємо пляшку з шампанським. Туди ніхто не дує, щоб корок вискочив. Наоборот, він вискакує за рахунок тиску. Тут просто, можу сказати, чиста механіка. Особливі правила першої допомоги для маленьких дітей. Якщо вдивилася дитину, закладаємо середнього пальця її до рота, перевертаємо підтримуючи на руці і так само поштовхи ми вдаряємо в грудну клітину, тримаючи роту відкритиму. Сподіваємося, ці навички не стануть у нагоді. Та раптом що ви зможете врятувати життя. Ви смотрите програму Алло Доктор. Спасибо, що ви з нами. Тема нашої сегодняшній программы «Умная еда». Телефон нашої студії 490-11-34. Звоните, задавайте свої вопросы, обязательно на них дадим ответы. Борис Глебович, в продолжение того, що ми перед сюжетом начали, що би ви рекомендовали студентам перед екзаменами, учащимся перед екзаменами, какую диету придерживаться, як їсть, нужно ли точно так же дробно, можно ли пить тоже кофе? Тот же кофе. полчаса, пойди погуляй. То есть, помоги перевариться пища и доставити мозгу новые питательные вещества. За це время информация, которую он выучив, усвоилась, улеглась, ты можеш там что-то еще повторити, после этого пришел и новые полтора-два часа активности. орехи. Вот очень многие, знаете, считают, что это панацея. Грецкий орех, многие говорят, что он и выглядит, как головной мозг. как извилинный. Вот насколько его, потому что многие, я сам был свидетелем того, что буквально килограмм грецких орехов съедается для того, чтобы вот якобы улучшить работу мозга. 4-5-6 орешков в день это вполне достаточно. Там есть суточная доза лецитина и больше не нужно. 4-5? Да, потому что все остальное это уже кормежка микрофлоры в кишечнике, это уже немножко другая тема. Интоксикация. Любые орехи или только грецкие? Это могут быть, не знаю, арахис. Лучше наши грецкие. Почему? Почему? Арахис дает часто аллергии. Там жиры, которые очень плохо усваиваются. Лучше те, к которым мы уже привыкли. То есть это грецкие орехи, это семена тыквы, это семена, допустим, того же подсолнечника. То есть то, что у нас уже в принципе нами проверено. Ни в коем случае не стоит семена льна. Там цианин стыкалий, он тормозит активность мозга. А вот перед, то есть вот такими вот перерывами ребенок готовится к экзаменам. Накануне, ни в коем случае, ну за последнюю ночь, если ты не выучил, представь себе, что то, что ты не выучил, оно тебе просто не попадется. Потому что когда идешь на экзамен, сколько раз уже на это попадал? Ёлки-палки, не выучил этот билет, вытаскиваешь именно его. Из всех билетов его никто не возьмет. Его возьмешь только ты. Поэтому если что-то не выучил, не нужно вот эту последнюю ночь перед экзаменом мордовать себя. Почему? Потому что тебе нужно на экзамен быть свежим. Отдохнувшим. Конечно. Поэтому легкий ужин. Лег выспался нормально. С утра легкий завтрак. Возьми с собой какой-то перекус. Возьми с собой тот же шоколад. Ты не знаешь, ты пойдешь первый на экзамен. Черный или молочный? Ваши рекомендации? Тут уже по вкусу. По большому счету, что нравится? Для работы головного мозга тогда что будет полезнее? Полезнее будет, конечно, черный. Но если человеку не нравится черный, не нужно себя раздражать, съешь молочный, съешь, допустим, семя же, ну, кофе, термос какой-то взять с собой. Потому что, поди, не знаю, как там, будет, не будет. Выпишь натуральный или тебе что-то заварит. Давайте посмотрим следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос. Смотрите, у меня вопрос. Есть люди с фенилкетонурией, то есть их мало, но не есть. У них низкобелковая еда. То есть орехи им нельзя, шоколада им тоже нельзя. Вот где они могут взять продукты питания вот с лецитином и вот как им подпитывать головной мозг? Спасибо большое за вопрос. Конкретный вопрос, конкретный ответ. Ну, есть яйца, есть рыба. Там тоже, в принципе, эти продукты есть. Единственное, что... Я сомневаюсь, что с фенилкетонурией можно яйца. Ну, молочные точно нельзя. По-моему, можно. Вот я точно, честно говоря, вот не помню. Есть ли синтетические... Вот вы знаете, мы сейчас говорим, я понимаю, мы сейчас говорим о здоровом питании. Нет, берут из соевых продуктов чаще всего. Соя? Да. Лецитин, который на втором рынке... Насколько соя? Вы знаете, сейчас соя, это стало как бы именно рицательное. Вот ваше отношение к сою? Вы знаете, сложно. Почему? Потому что, во-первых, не наш продукт питания, он у нас только относительно недавно, несколько десятилетий, как появился на рынке, и мы его активно не могли использовать. А для того, чтобы его использовать, нужно все-таки переваривать хорошо. Второе, соя стимулирует женские половые гормоны. То есть, это не совсем такой простой продукт питания. Вот. И его использование... Она может быть как источником белка? Она может быть как источником белка, но если этот белок переваривается. Если есть ферменты, то есть, если в генах у нас там, в каких-то поколениях, были люди из Юго-Восточной Азии, родственники, отметились, то в принципе, может перевариться. А если у нас больше скандинавов? Не могу не задать вам вопрос о всевозможных энергетических напитках, которые стимулируют буквально все процессы жизнедеятельности, активности. Водители их употребляют перед долгой поездкой, студенты перед экзаменами. Ваше отношение к этому и чего мы боимся, употребляя такие продукты? Смотрите, мы боимся передозировки, во-первых, потому что... Чего? Потому что там содержат... Все тоники, они стимулируют активность в коротком промежутке времени. Если мне нужна активность в течение часа, да, можно их выпить. Но, когда человек после... пика идет падение, здесь он понимает, что плохо стало. И он опять садится на это. Знаете, все-таки павловские рефлексы никто не отменял. К сожалению, тут начинаются передозировки. И вот этот резкий контраст, вот такой, он никому не нужен. Кстати, так же, как и с кофе. То есть, когда пьют чашку кофе, просто залпом взяли, проглотили, получили резкий удар кофеином, резкую стимуляцию, а потом падение. И вот после этого падения хочется еще одну чашку кофе. Очень легко истощить работу мозга и попасть в депрессию. Это совершенно та же тема, только в другую сторону. То есть, когда мы уже возможности мозга истощили, когда мы использовали только тоники. И студентам, кстати, то же самое. Вот те вот рекомендации, там, ледяная вода, тазик с ней, чтобы не уснуть, чтобы вот это все выучить до последнего. Не нужно это делать. На экзамене нужна не сумма информации, а управление ею. А чтобы управлять, нужно быть, ну, свежим. То есть, нужно понимать, ага, вот тут была информация, тут связал вместе, получился ответ. Спасибо. Спасибо вам огромное за столь интересную беседу. И я хочу напомнить, что гостем нашей студии был Борис Глебович Скачко, доктор-терапевт, гастроэнтеролог, фитотерапевт, диетолог, реабилитолог. Смотрите нас каждый будний день в 7 утра и в 16.50 вечера. И мы благодарим генерального спонсора нашей программы компанию Стерол Биофарм. Стерол Биофарм. Украинские традиции европейского качества. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...